Таинственный подземный источник забил в садоводческом коллективе АЗФ-13. Дачники не понимают, откуда берется вода, которая топит их территорию вот уже две недели. Мартучане бьют тревогу. В селе Казан начали массово вырубать здоровые взрослые деревья, якобы для борьбы с паводком. Наша редакция попросила вмешаться экологов. Неделю назад на рынок вышла новая мусоровывозящая компания. АТК Казмет представили городские власти. Сегодня горожане оценили качество и темпы ее работы. Мошенничество с целью выманивания денег приобрело поистине огромные масштабы. О том, какими средствами борются со злоумышленниками, далее в нашем выпуске. Здравствуйте! Вы смотрите программу ФАКС. В студии работает Ирина Черней. Непонятная и даже необыкновенная ситуация случилась в одном из дачных массивов Акцюбе. Вода, появившаяся из-под земли, топит территорию жителей садоводческого коллектива АЗФ-13 уже вторую неделю. На месте побывала наша съемочная группа. В садоводческом коллективе АЗФ-13 буквально из-под земли появилась вода. Причем в таком количестве, что топит участки. С тех пор, как начала появляться вода, прошло уже больше полумесяца. Однако останавливаться подземный ручеек и не планирует. На нас идет сброс воды. Конкретно пока еще, с какой именно организации непонятно, так как мы проживаем ниже уровнями их. И, к сожалению, это не первый год у нас. С разных организаций нас, как говорится, поливают, одним словом. И вот, если бы поливалась чистая вода, непонятно даже бывает, что и вода какая-то с мусором, с такая более грязная, с химией какой-то непонятной для нас. Это мы, конечно, самими силами поднимаемся с ними, проводим беседу. А так получилось, что в этот сегодняшний случай вообще мы не нашли крайнего. Откуда идет обрыв уже на протяжении сегодня 17-й день. Первые 5-6 дней мы, естественно, не замечали. Думали, тогда еще были дожди. Думали, какая-то дождевая вода, может быть, они нам сливают. Но так как она уже не останавливается, Это, естественно, начало топить. Здесь проживает семья, большая семья из 6 детей. В первую очередь, так как у них чуть-чуть дача уровнем ниже. И их начал первым заливать. Бороться с непонятно откуда взявшейся водой жители садоводческого коллектива АЗФ-13 пытаются уже 17 дней. По вывозу дачников сюда приезжал осенизатор, жители, чьи дома находятся в непосредственной близости от воды, в страхе засыпают лужи, которые с каждым днем становятся все больше и больше, песком и землей. Разрешить эту ситуацию жители пытались и своими силами, и обращались в ДЧС и в Ак-Тубе Суэнерджи Групп. Писали заявление в Акимат, однако помочь им пока никто не смог. Что интересно, откуда берется вода, непонятно. Не знаем, куда уже обращаться. Обращались, как говорится, бывшие как Багбулак. Я современные названия до сих пор не могу запомнить. И вчера приезжала служба МЧС. Сегодня в Акимате у нас все приходит сообщение, что все зарегистрировано, зарегистрировано, но пока никаких действий. Организация, которая прямо над этим местом, единственное место, где нас не пустил охранник, но он пустил впоследствии сотрудников Ак-Булака, бывших Ак-Булак. И те тоже не нашли утечку. Но так как организация находится в банкротстве, в залоге банка, и хозяина, естественно, нет. Непонятно, то ли банк хозяин, то ли сам хозяин не появляется, он даже не берет трубку. Мы не знаем, откуда еще. Единственное, что у нас бы хотелось, чтобы повезло, то, что сегодня еще лето, как бы немножко высыхает, и август месяц, да, как бы, но уже дети не могут здесь по этой улице ходить. Первое самое. И второе, что будет, если это не остановится. С целью получить ответ на вопрос, откуда берется вода и как решить проблему, наша съемочная группа обратилась в район Накимат. Там пообещали, что возьмут ситуацию на контроль. Жанна Исалдинова, Влад Трогушев, программа «Факт». Производилась ли вырубка деревьев в Мартугском районе незаконно? Это будут выяснять. Напомним, что жалобы о вырубке живых деревьев к нам накануне обратили жители села Казана. Нактюбинским экоактивистам удалось связаться с Акиматом Артугского района, в ходе чего выяснилось, что никакого проекта по строительству водоотвода нет. Вырубку лесных красавиц приостановили. Непродуманные действия могут погубить природу. История с вырубкой деревьев в Мартугском районе показала, что убирать зеленые насаждения просто так нельзя. По словам жителей села Казандрово, секи рассказали им, что деревья вырубали ради обустройства водоотвода. Испокойство сельчат для местных властей оказалось неожиданностью. В Акимате не имели представления, что там происходит. Я хотел звонить всем, кого знаю в этом районе. Звонился до заместителя Акима района. Информация по очистке исток уталых вод подтвердилась. Но по его словам он не видел и не слышал об этой ужасающей картине, которая там происходит. То есть подрядчики на скоком начали проводить работу, сносить все по грузчикам. Я объяснял, что те деревья, которые уже имеют очень большой возраст, те деревья, которые старше нас, могут там и остаться. Поубирать лишь всю вот эту поросль для строительный, либо бытовой мусор, который приносится талыми водами, и деревья, которые упали. Сейчас вырубку деревьев в Казани приостановили, а самого проекта не было. За эти действия виновные лица должны быть привлечены к ответственности. По словам экологов, если там действительно планируется делать водоотвод, то нужно учесть, сколько деревьев должно быть срублено. Также во внимание стоит брать еще ряд нюансов. Сейчас должны прорабатывать момент. Первое, это учесть, сколько деревьев там должно пострадать, то есть провести инвентаризационные работы, либо лесопатологию. Второе, это все-таки должна быть какая-то компенсация, то есть мы теряем зеленое масло, эту зеленую массу должны где-то компенсировать. И должны определиться, все-таки, что это за проект. Это просто бульдозер пройдет по руслу, или все-таки где-то будут углубительные работы для нормального стока. Несомненно, за срубленные зеленые насаждения нужна компенсация. Лучше всего, конечно, сохранить живописный вид зеленых районов нашей области. Дальнейшие действия в данной ситуации сейчас рассматривают в Мартубском районном Акимате. Тамирис Жумабаева, программа «Факт». Октябинские полицейские поймали мошенника, который выманил у пенсионерки миллион тенге. Такие случаи в нашем, да и в других регионах происходят все чаще. О том, как сейчас можно бороться с этим видом преступности, в сюжете Тамирис Жумабаевой. Полиция часто получает жалобы от обманутых граждан, которых мошенники разводят на деньги. Аферисты могут использовать любую тактику, чтобы выманить у доверчивых людей порой последние деньги. Один из таких случаев в Октябре произошел пару дней назад. Ни о чем не подозревающий пенсионерке позвонил якобы сотрудник полиции. Аферист сообщил женщине о том, что ее сестра попала в ДТП, и конфликт нужно разрешить деньгами. Стражи порядка задержали афериста при получении денег. 6 августа в городской отдел полиции обратилась пенсионерка по словам женщины и позвонил неизвестный и представившийся сотрудниками полиции сообщил, что ее сестра совершила ДТП. Уже полицейский потребовал около 1 миллиона тенге на реабилитацию пострадавшей. И для невозбуждения уголовного дела в панике женщина не стала даваться в подробности, поверила аферисту и передала деньги. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали парня, который пришел домой к потерпевшему за наличностью. Им оказался 32-летний местный житель. К примеру, в России собираются ввести уголовные наказания для помощников-мошенников, так называемых дропперов. Как сообщает портал Коммерсант.ру, дропперы – это люди, которые предоставляют мошенникам свои счета для получения вознаграждения. Туда злоумышленники потом и переводят похищенные средства, а затем по цепочке – другому человеку. Таким образом преступники усложняют поиск денежных средств и конечных получателей. Ну как сразу, коротко, если надо отвечать, с какого банка. Ну я так считаю. Мне кажется, любой гражданин, он будет сперва себя обеспечить и никак будет сразу поддаваться этому звонку или сразу бы докладывать все как вот так, вот так, не знаю. Было, было. Что вы отвечаете? Я говорю, нам не надо этого. Я говорю, это все это. Что правда, то правда. Было раза два было. Один раз я открыл, один раз сын открыл. Схем действий мошенников сейчас очень много. Любое подозрительное СМС-уведомление с переходом на интернет-ссылку или звонки от якобы банковских работников с просьбой предоставить доступ к вашим данным может повлечь неприятные последствия. Знаете, у государства свое там, пускай они сами там копаются, а я обычный гражданин, я ничего не могу сказать. Он жук. Он жук. Надо ужесточать правила доступа к нашим данным. Бороться с мошенниками нужно всегда. Полицейские призывают граждан быть бдительными, проверять любую поступившую информацию о родных и не давать свои сбанковские данные или доступ к телефону чужим людям. Тамирис Шумабаева, Влад Рогушев, программа «Факт». Проблема вывоза мусора в нашем городе с приходом нового подрядчика начала разрешаться. Мусорные контейнеры пустые и даже прилегающие к ним территории очищены. Такую картину сейчас можно увидеть во все большем количестве дворов. О том, наладилась ли, по мнению актюбинцев, работа мусоровывозящих компаний, узнавала наша съемочная группа. Еще совсем недавно эти контейнеры были переполнены мусором. Огромное количество пакетов, прогнившая еда и другой мусор. Неприятный запах разносился на многие метры вокруг от малейшего дуновения ветерка. Сейчас же картина кардинально поменялась. Пустые контейнеры и сетки для сбора пластика, расчищенная площадка вокруг. Такое приятное глазу зрелище можно наблюдать в микрорайоне Баттес-2. Тем не менее, актюбинцы продолжают говорить о том, что так чисто не везде. Есть проблемы с вывозом мусора? Еще какие? А где, вот вы сами где живете, вы наблюдаете, что мы мусор где регулярно выводите? Я поселковый, у нас мусор мы сами убираем. А здесь я подрабатываю работу, вот этот мусор. С пять лет уже здесь кручусь, постоянно мусор. А вот некоторое время назад у нас одна компания мусоровывозящая ушла с рынка и наблюдался небольшой простой. Вы это тоже видели? Конечно было. Сейчас ситуация улучшилась, может быть? Нет. Ничего хорошего нет. Пока не пожалую себе, куда они, ничего с места не двигается. Я живу в Нур-Сити и вообще не замечаю, чтобы у нас регулярно вывозили мусор. Контейнеры стоят полные до краев. Выброшенная еда гниет на такой жаре. Из-за этого распространяется страшная вонь. Наш мусор может стоять неделю-две. Все это разбрасывают собаки и ветер. Зимой еще как-то можно терпеть. Мусор не так быстро разлагается, но летом с этим мириться просто невозможно. Напомним, проблема с вывозом мусора началась в Ахтубе несколько недель назад, когда одна из трех мусоровывозящих компаний нашего города объявила о скором уходе. После этого мусор начал подолгу залеживаться на площадках. Власти города объясняли это поломкой спецтехники. 1 августа на рынок вышла новая мусоровывозящая компания ТОАТК «Хазмет», в которой пообещали, что все мусорные горы будут ликвидированы. Сейчас видно, что постепенно свои обязанности новый подрядчик начал выполнять. Остается надеяться, что работа в этом направлении не остановится, и силами трех мусоровывозящих компаний актюбинцы забудут о мусорной проблеме окончательно. Жанна Исалдинова, Влад Рогушев, программа «Факт». До начала учебного года осталось меньше месяца, поэтому ремонт в школах должен близиться к своему логическому завершению. В некоторых учебных заведениях в области ремонт к 1 сентября завершить не успеют. Сегодня мы побывали в одной из таких школ. Средняя школа-гимназия номер 9 готова принимать своих учеников, но ремонт там пока не закончен. Сейчас в школе ведутся работы по обновлению фасада. Нарушную часть здания покрывают сайдингом, и на месте трудятся четыре бригады. В каждой по четыре человека. Руководцы школы отметили, что ремонт начался 26 июня. Работа по фасадной части. Подрядчик выиграл тендер КАЗ «Еврострой». Выполнено 40% работы. Обещают, что к сентябрю месяца закончить центральные стороны. А в целом работа, ввода в эксплуатацию, планируется 12 декабря 2023 года, но они хотят завершить к 1 октября 2023 года. Отделка фасадной части здания школы не препятствует началу учебного года. Ее подрядчик планирует завершить уже к 1 октября. Директор отметила, что в прошлом году здесь был завершен капитальный ремонт. Обновили кабинеты, привели в порядок систему канализации и водоснабжения. И в целом школа уже готова к занятиям. Томирис Шумабаева, Влад Рогушев, программа «Факт». 34-летний Октябинец приговорен к тюремному заключению за хранение, перевозку и сбыт марихуаны и гашиша. Наркотические вещества весом 101 кг Октябинец хранил в гараже. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Приговором специализированного Межрайонного суда по уголовным делам Октябинской области к 11 годам лишения свободы осужден грозанин М за незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Приговор суда не вступил в законную силу и находится на стадии рассмотрения в апелляционном порядке. Наркотические вещества хранились в одном из гаражей по проспекту Сынкибай-Батыра. Оперативники застали мужчину на месте. Помимо травы у него были изъяты деньги в сумме 1 млн 350 тыс. тенге. Сейчас приговор суда по данному уголовному делу на стадии апелляционного рассмотрения. Спутник сообщает, Казахстан намерен выступить с инициативой по обеспечению безопасной работы порта на Черном море. Соответствующее поручение дал глава правительства. Сообщил министр энергетики Республики Алмас Адамс от Калиев. По его словам, выгодоприобретателями от работы нефтяного терминала являются крупные мировые потребители, в том числе страны Евросоюза. Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что военно-морская база в порту была атакована украинскими морскими дронами. Трубопроводная система Каспийского трубопроводного. Консорциум основной экспортный маршрут нефти из Казахстана. Нефтепровод КТК соединяет нефтяные месторождения на западе Казахстана и российский морской порт Новороссийск. Через этот порт казахстанскую нефть на танкерах отправляют по Черному морю в Европу. В Астане 10-летнего мальчика придавило футбольными воротами на школьном поле. Трагедия произошла на территории 10-й школы. Виновных в смерти ребенка определит расследование, заявил министр просвещения Ганниби Симбаев. Он сообщил, что Минпросвещение проверит все школьные спортплощадки. Без вести пропавшая в Шемкенте 4 августа девушка оказалась жертвой убийства. Подозревается муж родной сестры погибшей. Уроженка Туркестанской области в связи с учебой временно проживала у своей старшей сестры в Шемкенте. Сегодня в полицию обратились родственники, которые нашли ее труп в подвале дома. В убийстве девушки подозревается ее родной зять, отметили в полиции. Подозреваемый выдворен в изолятор. Шесть воспитанников интерната для детей-инвалидов в Караганде, где произошло массовое отравление, все еще находятся в отделении реанимации, сообщила министр здравоохранения Ажар Генияд. У четырех из них состояние тяжелое с некоторой положительной динамикой, у двух детей крайне тяжелое, что обусловлено неврологическим дефицитом, интоксикационным синдромом и дыхательной недостаточностью. Семь детей уже выписали в удовлетворительном состоянии. Глава Минздрава признала, что специалисты до сих пор не могут поставить точный диагноз. Пищевое и групповое отравление и инфекционные заболевания исключаются. Более вероятной причиной является острое отравление токсическим веществом. Родители детей, проходящих по уголовному делу об избиении 13-летнего Никиты, обратились с жалобой в прокуратуру. Мать одного из подозреваемых жалуется на то, что началась травля их детей. Нам пишут угрозы, ребенку звонят с разных номеров – российских, казахстанских. Ему обещают, что вырежут всю нашу семью, утопят в реке и так далее. Возраст детей, проходящих по делу об избиении – от 12 до 17 лет. Родители переживают, что от угроз неизвестные могут перейти к делу. Они признают, что подростки виноваты, но считают, что разобраться в деле должны полицейские, а самосуд недопустим. В полиции сообщили, что назначена проверка. Первый зам Акима Западно-Казахстанской области подозревается в коррупции, в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконного указания о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело направлено в суд. Казахстан в первом полугодии впервые за последние десятилетия зафиксировал превышение числа прибывающих в страну мигрантов над покидающими страну, сообщила министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова. Иностранцы прибывают на ПМЖ из стран СНГ, Китая, Монголии. Вводится новая долгосрочная инвесторская виза с правом оформления вида на жительство на 10 лет. Утвержден порядок выдачи карты АТАЖОЛЫ для этнических казахов, имеющих успешные бизнес-кейсы за рубежом. В этом году утверждена квота для иностранных специалистов в размере 22 тысяч человек. После рекламы смотрите следующие сюжеты. В нашем регионе началась уборочная кампания. По прогнозам специалистов из-за засухи показатели будут хуже прошлогодних, но все же ожидается сбор 450 тысяч тонн зерна. 25 октября прошли профильные курсы кондитеров и пекарей. Сегодня палата АТАМИКЕН вручила сертификаты начинающим предпринимательницам. Они в буквальном смысле делают наш мир ярче и четче, восстанавливая зрение и старикам, и даже новорожденным. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают офтальмологи. Роботы, роботы, роботы! Роботы в Октабе. Робопарк. Выставка роботов в ТРЦ Октабе Мол. Приходи в робопарк с 19 августа по 1 октября. Роботы ждут тебя. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение, верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн. На сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Четыре актюбинца предоставили фиктивные документы. В период акции по легализации иностранных автомобилей сейчас в их отношении проводятся досудебные расследования. Конкретно в этих случаях актюбинцы решили поделать справки о въезде автомобиля в страну, рассказали правоохранители. На территории актюбинской области сотрудниками процессивного центра департамента полиции было зафиксировано, что четыре документа именно с погранслужбы, справка о пересечении границы до 1 сентября 2022 года были предоставлены с признаками подделки справки. В связи с этим нами были все документы изъяты и переданы в следственные органы, чтобы для проведения экспертизы, а также сейчас в данное время возбуждено уголовное дело по статье 385 части 1 Уголовного кодекса. Сейчас идут все следственные действия. После вынесения заключения эксперта будут приняты процессуальные решения. Стоит отметить, что в период легализации иностранных авто с 1 января по 1 июля текущего года на факции предоставления поддельных документов попались около 100 актюбинцев. В основном они подделали свидетельство о регистрации и паспорта технических средств. В настоящий момент в отношении этих людей ведутся следственные процедуры. Напомним, что акция по легализации автомобиля на иностранном учете везенных в страну до 1 сентября 2022 года продлилась в стране до 1 июля. За это время в Акцюбинской области перерегистрировали более 24 тысяч авто. В правительстве для граждан напоминают, что подать заявку на возврат ошибочно перечисленных пенсионных и социальных отчислений теперь можно онлайн. В рамках пилотного проекта работодателю необходимо оформить заявку через портал ЕГОВ, при этом указав реквизиты плательщика и платежного поручения. Ранее работодателям необходимо было обращаться в Газкорпорацию с бумажным заявлением о возврате денежных средств. Нередко заявки отправлялись через почтовую службу и их доставка занимала длительное время. Мы пошли навстречу гражданам и реализовали для их удобства сервис на портале ЕГОВ.КЗ. Теперь работодатели и платежики смогут значительно сэкономить время и воспользоваться сервисами, не отвлекаясь от своих дел. Также благодаря автоматизации сокращены сроки оказания услуг в 15 до 12 рабочих дней. Кроме этого, у заявителей будет возможность отслеживать статус заявления. В области началась ежегодная уборочная кампания зерновых культур. По прогнозам специалистов, в этом году урожай будет меньше, чем в прошлом, так как повлияла засуха. В общем, ожидается сбор 450 тысяч тонн зерна. Последний месяц лета – самое время для сбора урожая. К примеру, в этом году общая площадь посевов зерна в Хромтавском районе повысилась и составляет 11 тысяч гектаров. Аграрии регулярно ведут подсчет урожайности по районам. Для уборочной кампании в этом году им было выделено 14 тысяч тонн удешевленного ДИС топлива. Сейчас у нас в Олгинском, Хромтавском, Малжасском, Тимирском и Хромтавском районах началась уборка зерновых, в том числе облинной культуры и чмень. Площадь, на сегодняшнем площадь, уборочная площадь Савель, 7,8 тысяч гектаров, со средней урожайностью 8,7 тысяч гектаров. Для приема и хранения урожая подготовлено хранилище вместимостью более 780 тысяч тонн. Особое внимание уделяется также из заготовки кормов. В этом году в Байганинском и Шалкарском районах мало пастбищной травы, поэтому в крестьянским хозяйствам запасаться кормами надо заранее. Синокос в районах области завершится до конца августа. Томирис Жумабаева, программа «Факт». 25 октября прошли профильное обучение и смогут теперь осваивать профессии кондитера и пекаря. Сегодня Полота Атамикен вручила сертификаты начинающим предпринимательницам. В течение недели девушки-слушательницы были как теория, так и на практике осваивали несколько видов теста, как дрожжевые, пресные, песочные, слоеные. Сначала мы на теории разбирали, делали калькуляцию, после было практическое занятие, где они на практике изготавливали эти изделия. Палата Атамикен на системной основе проводит бесплатные обучающие курсы для женщин, желающих освоить новую профессию и начать собственное дело. Курсы обычные, краткосрочные, но в качестве наставников выступают состоявшиеся бизнесмены. До конца года Палата предпринимателей проведет аналогичные курсы по швейному делу, по обучению техники массажа, маникюра, визажа. Участие в них могут принять женщины вне зависимости от возраста и статуса. Антикоррупционной службе области требуются волонтеры. С таким заявлением выступили сегодня сотрудники ведомства. В регионе стартует проект «Антикоррупционное волонтерство» и его цель – вовлечь рядовых горожан в борьбу со взяточничеством. Антикоррупционная служба запустила проект «Антикоррупционное волонтерство» с целью вовлечения неравнодушных граждан и организаций к антикоррупционной деятельности в качестве волонтеров. В рамках проекта вы можете оказать посильное содействие по формированию в обществе атмосферы нетерпимости коррупции, а также выявлению условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений и устранению их последствий. Для участия в проекте вам нужно обратиться в департамент по адресу Морейсева, 93, либо по телефону для справок 7282-91. 160 тысяч людей с нарушением зрения проживают в нашей стране по данным Всемирной организации здравоохранения. 20 тысяч из них – инвалиды по зрению. Сегодня в честь Международного дня офтальмологии врачи Оксюменского областного перинатального центра рассказали, как они борются со слепотой новорожденных казахстанцев. Эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что большинство людей, у которых диагностированы нарушения зрения, старше 50 лет. Однако данные проблемы встречаются у представителей всех возрастов. Так, у октябинских новорожденных встречается такое заболевание, как кретинопатия. Это поражение сетчатой оболочки глаза в результате недоношенности. Диагностику данной болезни у детей в Октябре стали проводить только в последние 7 лет, говорят в областном перинатальном центре. До этого времени, получается, диагностику не проводились, потому что не было специалиста. Вот последние 7 лет я провожу эту диагностику, провожу скрининг, офтальмологический скрининг, недоношенным детям, которые находятся в группе риска. Это дети, рожденные меньше 28 недель срока гистации и меньше 2400 грамм. Чем меньше ребенок по сроку гистации, по весу, тем чаще у них встречается эта подлогия. Несмотря на нехватку специалистов практически в каждом медицинском направлении, в нашей стране офтальмологи не остаются без внимания, по крайней мере, меценатов. Так, для проведения скрининга состояния детской сетчатки, врачи перинатального центра Октябре получили аппаратуру от реабилитационного центра. Международный день офтальмологии был учрежден 19 лет назад в день рождения выдающегося российского офтальмолога и глазного микрохирурга Святослава Федорова. Сегодня в мире более 280 миллионов человек с нарушением зрения. 39 миллионов из них слепы. Причем более половины из этих случаев связаны с отсутствием профилактики диагностики, недостаточным, а иногда и неправильным лечением. По данным ВОЗ, в Казахстане живет 160 тысяч слепых и слабовидящих людей. 20 тысяч из них – это инвалиды по зрению. В настоящее время в казахском обществе слепых состоит более 17 тысяч человек. Филиалы этого общественного объединения есть во всех городах и областях Казахстана. Влад Рогушев, программа «Факт». В массовой драке между фанатами АИК и Загребского «Динамо» погиб болельщик греческого клуба, сообщает Матч ТВ со ссылкой на греческий телеканал ЕРТ. Группа из 150-200 фанатов хорватской команды накануне встречи в Лиге чемпионов прибыла на автомобилях в Грецию, несмотря на запрет УИФА. В результате драки от удара острым предметом погиб болельщик греческой команды. Еще 8 фанатов получили ранения. Органы правопорядка в общей сложности произвели 96 арестов, 88 из задержанных находятся в управлении полицией. Пострадавшие участники драки остаются в больнице. В ходе инцидента были повреждены витрины магазинов и автомобили, так как хорватские фанаты подожгли урны и сухие ветки возле парковки. Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов АЕК «Динамо» пройдет сегодня в Афинах. Ответный матч состоится 15 августа в Загребе. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова